МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Согласование пройдено. Депутаты окружного собрания утвердили 8 заместителей губернатора Ненинского округа. Еще проще. Законодатели Ненинского округа снизили налоговую нагрузку для окружных предпринимателей. Субсидии на покупку спутникового оборудования. Кто может рассчитывать на частичную компенсацию за оборудование для приема сигнала в цифре? Живые традиции. На аллее выпускников школы имени Антона Пырерки старшеклассники высадили саженцы березы. Окружные парламентарии сегодня на сессии согласовали представленные кандидатуры для назначения на должности заместителей главы администрации региона. За каждым из восьми заместителей губернатора будет закреплена зона ответственности по отдельным направлениям деятельности. О том, какие меры вице-губернаторы планируют предпринять для решения проблемных вопросов, в веренных им областях депутаты окружного собрания узнали накануне на сессии. Встреча состоялась в рамках комитета, поэтому согласование представленных кандидатур прошло довольно быстро и единогласно. Кандидатуру Юрия Бездудного окружной парламент согласовал на должность заместителя главы региона. Сферой его деятельности станет работа аппарата администрации и Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Деятельность управления госзаказа, управления гражданской защитой и обеспечения пожарной безопасности, госстройжилнадзора и государственной инспекции по ветеринарии Ненинского округа будет курировать Сергей Боенко. Также на должность заместителей губернатора окружной парламентарии согласовали кандидатуры руководителя Департамента цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненинского округа Ивана Болтенкова. Михаил Васильев, как заместитель губернатора, будет курировать деятельность Департамента внутренней политики. Вопросы, связанные со взаимодействием и развитием коренных малочисленных народов Севера, будут в зоне ответственности Валентины Сганич. Деятельность Департамента строительства, ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа и Департамента финансов и экономики будут курировать Александр Лидер и Татьяна Лагвиненко. Лидер Александра Владимировича для назначения на должность заместителя губернатора Ненинского автономного округа предполагается, что он будет курировать Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Лагвиненко Татьяна Павловна согласовать на должность заместителя губернатора Ненинского автономного округа, руководителя Департамента финансов и экономики Ненинского автономного округа, Сидоровой Натальей Александровной для назначения на должность заместителя и кураторства Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Все представленные кандидатуры прошли согласование в собрании депутатов Ненецкого округа. Администрация Ненецкого округа и Минсельхоз России подписали соглашение, в соответствии с которым округу будут выделены целевые средства из федерального бюджета на развитие регионального фермерства. Соглашение рассчитано на трехлетний период с 2019 по 2021 годы. Выделяемые средства будут направлены на грантовую поддержку фермеров. Бюджетом данного проекта предусматривается финансирование в размере порядка 24 млн. рублей. В этой сумме средства бюджета составят 2 млн. 400 тыс. рублей. Размер гранта Агростартапа будет определяться региональной конкурсной комиссией с учетом собственных средств грантополучателя. На экране распределение бюджетного финансирования на трехлетний период. Выделение фермерских грантов рассчитано на вовлечение фермеров и личных подсобных хозяйств в кооперацию, повышение их финансовой устойчивости, наращивание объемов производства. Депутаты окружного собрания одобрили поправки в региональный закон о ставках налога, взаимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Принятый закон был разработан в целях выполнения нацпроектов в сфере развития предпринимательства и увеличения численности занятых в малом и среднем бизнесе. Для Ненинского округа нацпроектом установлен показатель по количеству занятых предпринимательством более 5000 человек к 2024 году, что на 700 человек больше, чем сейчас. Поэтому снижение налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса является стимулирующим фактором для развития предпринимательства в регионе. Предлагаемое законопроектом снижение ставки УСН приведет, во-первых, к увеличению налоговой нагрузки на предпринимателей, во-вторых, сократит количество случаев завышения расходов для уменьшения налоговой базы и улучшит собираемость налога. Также поспособствует увеличению количества занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Теперь с 1 января 2020 года для предпринимателей, которые используют объект налогообложения доходы, налоговая ставка будет составлять 1%, а 5% для тех, кто выбрал доходы минус расходы. Я считаю, что это очень социально значимый вопрос. Почему? Потому что у нас очень большая налоговая нагрузка. Несмотря на то, что в округе предоставляются и субсидии, и гранты, но тем не менее мы видим, что статистика у нас несколько удручающая. При выборе той или иной процентной ставки для своего бизнеса предприниматель не может изменить ее в течение года. То есть, если предприниматель выбрал объект доходы со ставкой 5%, но при этом расходы больше, чем доходы, то перейти он на другую систему сможет только в следующем году. Глава региона Александр Цибульский посетил школу поселка Искателей. Он лично оценил состояние образовательного учреждения, строительство нового здания для которого было запланировано еще в 2017 году. С тех пор проведено 4 электронных аукционы и 3 запроса предложений на выполнение работ. Торги в итоге либо приостанавливались из-за жалоб Федеральной антимонопольной службы, либо не приводили к заключению контракта из-за отсутствия заявок от подрядчиков. В эти дни торги на проектирование и строительство нового здания учебного заведения возобновлены. Главе региона показали два смежных корпуса школы – новый и старый, который был введен в эксплуатацию еще в 1975 году. Местами в школе прогнили полы, крышу часто приходится ремонтировать. Одну из стен в коридоре поддерживает металлическая конструкция. По словам директора учебного заведения Ольги Давыдовой, школьные помещения не отвечают современным условиям. Из-за нехватки пространства кабинеты невозможно оснастить необходимым оборудованием, которое является стандартом для образовательных учреждений. Не хватает места также в малом спортивном зале и библиотеке, где от читального зала пришлось отказаться, чтобы разместить имеющуюся литературу. Также Александр Цибульский познакомился с работой летней пришкольной площадки для учащихся первых восьмых классов. В Наринмаре прошло совещание регионального координационного штаба по переходу на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание. На нем специалисты отчитались о плановом переходе региона с аналога в цифру. Отключение аналогового вещания в Янисском округе произошло 3 июня. Далее в течение 7 дней вместо привычных программ зрители, чьи телевизоры принимали аналоговый сигнал, будут видеть информационные ролики о переходе на цифру. Были разработаны информационные ролики специально для конкретного региона. Эти ролики были подвесены на космический аппарат и через спутник доставлены в точке вещания. То есть мы эти ролики сегодня утром подключили вместо основной программы телевизионное вещание к эфиру. То есть тот телезритель, который когда-то смотрел программы первого канала «Россия-1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Культура», сегодня увидит этот ролик. Этот ролик призван нести до сведения телезрителя о том, что же сегодня произошло. В Янисском округе цифровым сигналом охвачено почти 96% жителей. Вне зоны охвата наземным эфирным цифровым вещанием находятся 14 отдаленных населенных пунктов. Бугрино, Варник, Шойно и Хорягинский. Деревни Вижес, Волковая, Воланга, Кия, Мгла, Пылемец, Напа, Черная Чижа и Щелина. Смотреть 20 бесплатных федеральных каналов жители этих поселений могут в пакете спутникового телевидения. Всем остальным необходимо приобрести цифровые приставки. Это можно сделать в отделении Почты России. А для малообеспеченных семей есть возможность получить ТВ-приставку бесплатно в отделении социальной защиты или позвонив по телефону горячей линии. Горячие линии полностью готовы. Сотрудников, которые работают на этих горячих линиях, достаточно. У нас средний отклик по звонку до 10 минут, а то и меньше. Средний отклик по отзывам волонтеров средний 15-20 минут. Это на самом деле очень хорошие цифры. То есть в среднем у России они значительно больше. По наличию приставок в сетях, основные большие наши компоненты – это Почта России. Значит, у них сейчас в отделениях по городу и по всему Минюнскому округу 238 штук. Из них всего реализовано было за весь период 107. Добавлю, на сегодняшний момент цифровая телевизионная сеть в округе работает в полном объеме. Жителям округа, проживающим в сельских населенных пунктах региона, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания, будет предоставляться частичная компенсация на приобретение оборудования для приемов сигналов телевизионного спутникового обещания. Соответствующее решение о субсидировании покупки спутникового оборудования принято сегодня на очередной сессии Собрания депутатов Нинницкого округа. В законе установлен ряд категорий граждан, которые смогут воспользоваться господдержкой. Это женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет, лица, выполнявшие в период прохождения военной службы по призыву задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах и боевых действиях, установленных федеральным законом. Также на господдержку смогут рассчитывать граждане, имеющие детей и являющиеся получателями мер социальной поддержки, один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин, которые тоже являются получателями социальной окружной помощи. Компенсация предоставляется гражданам однократно в форме единовременной денежной выплаты в размере фактически понесенных расходов на приобретение комплекта оборудования, но не более 4,5 тысяч рублей. Пришли к идее, что необходимо принять такой закон, чтобы эти люди у нас не остались без телевидения. Понятно, что, скорее всего, у большинства из них подавляющего есть и спутниковые тарелки, есть и необходимое оборудование, но мы решили предусмотреть возможность компенсации, потому что такие люди теоретически могут быть. Не факт, что люди воспользуются этой компенсацией, но возможность мы предусмотрели. По предварительным расчетам на реализацию инициативы понадобится более полутора миллионов рублей. На Ринмаре прошла рабочая встреча заместителя губернатора Сергея Боенко и начальника Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Романа Ершова. Встреча прошла на базе Объединенной гидрометеорологической станции. В рамках выезда на станцию делегация осмотрела объекты ОГМС, здание газогенераторной установки, административное здание, кабинет группы аэрологии. Затем в ходе совещания стороны обсудили перспективы взаимодействия, в том числе в части мониторинга окружающей среды, участия станции в пилотных окружных проектах. Конечно же, существует серия вопросов, которые хотелось бы обсудить. Это связаны с развитием сети, с модернизацией сети, с ее эксплуатацией. И, естественно, основным вопросом это узнать, какие потребности есть у регионов в метеоданных, в гидроданных, в контроле атмосферного воздуха. Конечно же, хотелось эти все вопросы обсудить. Модернизация, по словам начальника СЕВ «Гидромета», предполагает переоснащение и строительство новых зданий метеостанции, в первую очередь в труднодоступных и отдаленных точках на территории Неницкого округа. Говоря об отдельных объектах, Роман Ершов отметил, что метеорологическая станция на острове Вайгач является пилотной для управления по ряду проектов. Так она стала одной из базовых в рамках российско-норвежского проекта, который реализуется на территории округа по телемедицине. Еще один грант станция выиграла для решения вопроса с защитой метеорологов от «белых медведей». Заместитель губернатора Неницкого округа предложил продолжить работу над озвученными в ходе совещания вопросами в рамках рабочих групп. После детального обсуждения они могут лечь в основу соглашения между федеральным учреждением и регионом, которое прорабатывается в данный момент. ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в районе бани номер 3. Как нам рассказали очевидцы происшествия, водитель автомобиля «Шевроле Круз» не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение. На место происшествия выехал наряд ДПС. Инспекторам предстоит восстановить события и выяснить, по чьей вине произошла авария. По словам очевидцев, водитель мотоцикла скрылся с места ДТП. На аллее выпускников высадили новые саженцы березы. Старшеклассники школы имени Антона Пырерки продолжают традиции, которые зародились год назад. Под руководством директора Ненецкого лесничества ребята внесли свою лепту в благоустройство территории родной школы, высадив десятки саженцев березы. Мероприятие приурочено к всероссийской акции «День посадки леса». Главное в посадке – это любовь к деревьям. С любовью к деревьям старшеклассники школы имени Антона Пырерки продолжают озеленение территория. В прошлом году здесь появилась аллея выпускников. Ребята высадили 15 молодых берез. Сегодня рядом с ними появился ещё один ряд саженцев. В прошлом году мы начали аллею выпускников. Вот видите ли, первую полосу, да, в прошлом году. В этом продолжим. В следующем будем здесь и дальше, и дальше. И у каждого выпускника, по сути, у одного-двух-трёх ребят будет своё дерево, своё память. Новая традиция понравилась и самим ребятам. Когда особенно сюда придёшь, допустим, через несколько лет, когда он уже вырослется, и будет приятно вспоминать. В принципе, здесь растут поколения, поэтому возможно, что их дети будут знать, что их родители когда-то посадили вот это дерево, поэтому будут беречь. Сегодня на пришкольном участке представлены практически все виды деревьев, которые растут на территории Ненецкого округа. Некоторые из них были привезены из окружных сёл. Вот эта сосна, которую нам подарили в пёше, в Нижней пёше. Мы её привезли в прошлом году осенью. Подарили нам родители одной из наших учениц. В планах сотрудников школы высадить саженцы, смородины, черёмухи, акации и сирени. Ирина Никешина, Антон Бодряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе стартовал турнир по мини-футболу на Кубок губернатора региона. Первые игры прошли накануне на стадионе «Дюц-лидер». Как сообщили организаторы, турнир посвящён Дню России и проводится в Наринмаре второй год подряд. Соревнования открылись матчей между сборной Росгвардией, которая в прошлом году стала победителем турнира, и командой МЧС. Встреча закончилась ничьей со счётом 1-1. Вторыми на поле вышли команды – воинской части и лидер. Военнослужащие одержали победу со счётом 3-0. После этого в ничью со счётом 4-4 сыграли команды «Медведи» и «Норд». Всего в этом году участие в турнире принимает 9 команд. 12 июня состоится полуфинал, финал и награждение победителей. Также в этом турнире будут определены победители по трём номинациям – лучший воротарь, лучший нападающий и лучший защитник. Такова информационная картина к этому часу. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды.